Всем привет! Мы все, Аргал! Только вчера приехали, нас с Аргал встретил пасмурной погодой, но из-за этого впечатление первое вообще не испортилось. Вы как только выезжаете из аэропорта, вы сразу же попадаете в совершенно другую атмосферу, даже в самолете уже попадаете в другую совершенно атмосферу. Здесь тусят в основном только молодые люди, и это место, этот остров считается таким филиппинским Бали. И, судя по всему, это так и есть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня уже второй день у нас на Сиаргау, точнее, ну, третий месяц прилет. Вчера мы весь день посвятили только серфингу, брали свои первые уроки, катались на досках, это было намного легче, чем я думала, надо сказать, и очень круто. Познакомились с местными ребятами, все очень доброжелательные, все очень открытые, и если вам кажется, что кто-то будет на вас к вас смотреть, если что вытесняться, то просто забудьте об этом, идите, пробуйте. Мы весь день катались, только успели позавтракать, то это были фруктовые такие смузи легкие. Мы вечером пошли в одну кафешку, которую мы заприметили, она была уже закрыта, были дико голодные, вернулись в наш гест, а здесь местные, ну, женщины, которые здесь работают, они накрыли огромный стол с едой, с рисом, с рыбой, со фруктами, и просто для гостей своего геста. Был безумно вкусный, безумно приятный, все приходили, общались, разговаривали, помогали им потом брать со стола, и, в общем, это было очень классно. И сейчас на первый раз мы такое встречаем, настолько действительно, мы много читали в гостеприимстве и открытости филиппинцев, но они не думали, что настолько. Покажу наш гест, потому что он абсолютно отличается от гестов, которые так называются, так и не являются. Что у нас здесь? Это такая общая зона. Здесь написаны какие-то расписания, какие-то правила, развлечения и так далее. Расписаны какие-то волонтерские дни, куда вы можете сдавать цикл моем доске, или если вы будете собирать мусор пластиковый, потому что они очень заботятся об экологии. Дальше. Вот здесь вот общая зона кухни, вы можете пользоваться абсолютно всем. Чайник, плита, здесь куча посуды, кофеварка, рисоварка, куча специй, посуду, просто все берите, все, что хотите. Кулер с водой. Фрукты. Пожалуйста, хотите чай, лимон, хотите бананчик перекусить. Два холодильника. Спокойно оставляем там свою еду, и потом приходим и игреем. Вот. Ну и вообще такая мягкая зона. Здесь по вечерам народ... Вот мы, кстати, очень боялись брать гесты. Помню, что мы не хотели сюда ехать, потому что, ну мы как интроверты, нам... Ну, у нас было свое представление о том, что это за общая зона, что здесь будет происходить. Мы думали, что здесь будет шумно, и как это вообще очень много народу. Но здесь прям такой... Здесь все очень спокойно и уважительно относятся к отдыху друг к другу. Здесь никто не шумит после там какого-то часа времени. Здесь все спокойно либо работают, либо тихонечко общаются, выпивают на задней дворе. Вот здесь такая открытая крыша, и вы точно будете знать, когда идет дождь. Здесь тоже диванчики, вентиляторы. Ну, реально как-то очень приятно здесь находиться, и действительно все сделано для гостей. Такие такие мелочи. А цена абсолютно бюджетная. То есть такая же бюджетная, как и было на Бухале, но это несравнимые просто места. Вот. И вот такая комнатка. У нас здесь есть огромная кровать, очень хороший кондиционер. Вентилятор на потолке тоже очень мощный. Вот такой еще плюс диванчик, шкаф. И девочки оценят зеркало в полный рост. Это, по-моему, просто прекрасно. И своя небольшая ванная. То есть она не общая, она своя. Очень приятная. Очень приятная, чистенькая, простенькая. Убирается, кстати, тоже каждый день. Вот. Это была небольшая экскурсия по нашему гистхаусу Реат Масая. И сейчас мы отправляемся дальше. Скорее всего, мы поедем в... Сейчас, скорее всего, и сейчас мы отправляемся дальше. Скорее всего, мы поедем в... Сейчас, я найду это слово. Диктую по слогам. Мы поедем, скорее всего, в Магпупунко. Магпупунко. Магпупунко рокпулс. Это такие лагуны в скалах. По фоткам они очень классные. Надеемся, доедем сюда, сегодня до туда. Магпупунко. Наконец-то вышло солнце. Мы немного заправились манговым фрешем. Он здесь стоит 50 песо. На этом... Как вон. Бохоле. Он стоил 135 песо, если не ошибаюсь. Да, 100 полтого. И сейчас мы идем уже именно в те лагуны. Ребята, это вообще просто восхитительное место. Это не описать словами. Но все, что можно сказать, что... Потрясающая, глубокая, лазурная вот такая вот, не знаю, лагуна, да? Которая, ну, просто плавать здесь одно удовольствие. Здесь находиться одно удовольствие. Можно прыгать со скал. Можно нырять. Здесь, кстати, дают в аренду маски и... Что там еще? Трубки. Вот. Но само по себе место. Но, не знаю, можно проводить здесь часами. Время для этого будет недостаточно. Ну, будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что все-таки камни очень острые. И реально, берегите себя, не прыгайте слепую. Обязательно проверяйте, где действительно глубокое дно. Потому что я вот немножко пошкаряблась. Мы очень пожалели, что остановились на Сиаргал всего лишь на 5 дней. Потому что охватить всю ту красоту, которая есть на острове, оказалось просто невозможным. И, если честно, мы даже не догадывались, насколько мы влюбимся в это место. В основном все немногочисленные туристы, когда приезжают сюда, останавливаются в General Luna. А меккой для серфингистов является Cloud9. И мы остановились именно там. И, если честно, ни капельки не пожалели об этом. Потому что здесь намного чище, атмосфернее и тише по сравнению с General Luna. Что касается самого городка General Luna, он находится буквально в 4 километрах от Cloud9. И там довольно много симпатичных магазинов, кафе. А также есть отличный White Beach, где вы можете поваляться на белоснежном песке и покупаться в океане. Рядом с Cloud9 у нас появилась парочка любимых кафе. Первый из них это Шака. Это заведение прекрасно подходит для завтрака. Потому что здесь готовят натуральные смузи, шейки, вкуснейший кофе. Все это с классной подачей и в уютной атмосфере. Не сказать, что это место бюджетное, но посетить его хотя бы раз нужно обязательно. Еще одно местечко, которое мы нашли совершенно случайно, называется Davis Place. Оно буквально на три столика. И если вы о нем не знаете, то вы вряд ли его найдете. Здесь очень вкусно готовят. При этом большие порции. И приятным бонусом станет то, что это место действительно бюджетное. Ну и это еще далеко не все. Остров настолько насыщен природой и большим количеством мест, которые еще стоит изучать. Но если вы попадете на Сиаргао, обязательно не упустите возможности и приезжайте туда. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Если бы могли заново планировать свой маршрут, мы бы здесь остановились недели на три, а то и месяц. И с одной стороны хочется рассказать как можно большему количеству людей об этом потрясающем острове. И с другой наоборот, надеемся, что как можно меньше народа о нем узнает. Потому что хочется, чтобы он оставался таким же чистым, свежим и неспорченным туристами, таким, каким мы его узнали сейчас. Все информации и адреса наших гестов, отелей и мест, которые мы советуем в этом влоге, обязательно сможете найти на нашем сайте. Ссылка будет в описании к этому видео. И увидимся с вами очень скоро, ребята. Пока!